Дом по улице Красноармейска, 31, города Черкеска, один из 38 многоквартирных домов республиканской столицы, который попал в этом году в перечень многоэтажек, подлежащих капремонту. Когда-то этот дом в центре Черкеска считался элитным. Сегодня, спустя более полувека, со дня ввода его в эксплуатацию, от былого лоска ничего не осталось. Жильцы жалуются, прохудилась крыша, инженерные коммуникации пришли в негодность, капитальный ремонт требуется и уже давно. Как Вы считаете сами, можно было бы собрать деньги с жильцов и самим сделать капремонт? Насколько это объемные работы и насколько дорогостоящие? Вы знаете, мы собирали просто поставить ворота себе и калитку вот эту, так как здесь был прямо-таки проходной двор. И то это далось женщине-соседке с большим трудом. Ну, во-первых, люди здесь живут, ну, я бы не сказала, что миллионеры такие состоятельные. А на капремонт такого здания одну проводку менять – это какие средства? Силами жильцов, по-моему, не смогут. Подобных примеров множество. Собрать средства и отремонтировать дом самостоятельно жильцы не могут. Во-первых, это дорого, а во-вторых, не все хотят носить плату. Новый закон избавит собственников помещений от подобных споров. Теперь плата за капремонт стала обязательной. Власти вновь возвращают контроль над этой сферой в свои руки. В каждом субъекте создается региональный фонд, и за счет средств фонда, вот, аккумулируются средства, и должен выполняться капремонт. Фонд – это не только региональный оператор. Фонд – это и специальные счета, которые могут открывать каждый дом решением общего собрания. На пресс-конференции руководитель фонда обеспечения организации капитального ремонта многоквартирных домов Руслан Хубиев рассказал о схеме, по которой будет работать региональный оператор. Собирать средства на капремонт можно самостоятельно. Собственники вправе открыть персональный счет в банке. В этом случае они смогут распоряжаться накоплениями и контролировать подрядчиков. Те же, кто не примет подобного решения, будут направлены к региональному оператору – фонд капитального ремонта домов. Средства, собранные от собственников, только идут на цели капитального ремонта. С них мы ни на какие другие цели не имеем права расходовать, ни на содержание. Даже проценты, получаемые за средства на счете, тоже идут только на пополнение фонда. В первый год действия нового механизма в Черкесске будет капитально отремонтировано 38 многоквартирных домов – 1918 и 1961 годов постройки. При выборе учитывались не только год ввода дома в эксплуатацию, а также и дата проведения последнего капремонта. От уплаты взносов будут освобождены жители новостроек, введенных в эксплуатацию не более пяти лет назад, а также собственники домов, признанных аварийными и подлежащих к сносу. Таких в городе Черкесске насчитывается всего четыре. Кстати сказать, программа рассчитана на 30 лет. Ежегодный сбор по городу Черкесску планируется в размере 90 миллионов рублей. Представители фонда рассчитывают в течение пяти лет провести все экстренные работы по капремонту домов Черкеска. Если ежегодно на 90 миллионов выполнять работу, это быстро можно, самые такие работы за 5-7 лет мы закроем. А потом уже плановый ремонт, уже будут все, самые горячие, первые 5 лет закроются. Первые 5 лет мы практически закроем. На пресс-конференции было также заявлено о том, что сотрудники мэрии будут контролировать теперь и деятельность управляющих компаний. Амина Узденова в начале марта этого года назначена на должность жилищного инспектора. На сайте мэрии Черкеска размещен список компаний, подлежащих проверке в 2015 году. Но основанием для визита жилищного инспектора может послужить и жалоба. Жители города Черкеска в случае недобросовестного исполнения управляющими компаниями своих обязанностей могут обращаться в мэрию. До недавнего времени у мэрии города фактически отсутствовали полномочия, речи воздействия на управляющие компании. Это сюжет. Большинство обращений к мэрии города связано именно с действием этих компаний. По сути, теперь у граждан и представителей исполнительной власти появились рычаги влияния на представителей недобросовестных управляющих компаний. В случае выявления факта нарушения будет выдано предписание. При его неисполнении, восстановленной законом срок, составляется протокол об административном правонарушении. Те, кто будет уклоняться от исполнения своих договорных обязательств, будут наказывать рублем. Допустим, только за непредоставление информации на управляющую компанию может быть возложен штраф в размере до 300 тысяч рублей. Вот такие полномочия, они для нас крайне важны, потому что, если честно сказать, не все управляющие компании, вот сегодня мы обращаемся, даже вот получить информацию, какой-то не все управляющие компании нам ее предоставляют. В Черкесске более 600 многоквартирных домов. Под контролем жил инспектора будет 438 из них. Это те дома, в которых есть хотя бы одна муниципальная квартира. Хатима Куршева, Михаил Каракелян. Итоги недели.